Четвертая книга Моисея, числа, глава тридцать вторая У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много, и увидели они, что земля Иозер и земля Галаат есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елеазару священнику и князьям общества, говоря, Атаров и Дивон и Иозер и Нимра и Есивон и Елеале и Севам и Нево и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов Твоих есть стада. И сказали, если мы нашли благоволение в глазах Твоих, отдай землю сию рабам Твоим во владение, не переводи нас через Иордан. И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым, братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, который дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес в Арни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря, люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и выше не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, потому что они не повиновались мне. Кроме Халева сына Иефониина, Кенезиянина и Иисуса сына на вина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне сорок лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот вместо отцов ваших восстали вы от родия грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей. И подошли они к нему и сказали, — Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами израилевыми, доколе не приведем их в места их. А дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны израилевы каждый в удел свой. Ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку. И сказал им Моисей, — Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими. И сказали сыны Гадовы и сыны Рубимовы Моисею, — Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш. И дал Моисей о них повеление Елеазару священнику и Иисусу, сыну Навину и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей, — Если сыны Гадовы и сыны Рубимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами вооруженные, то они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской. И отвечали сыны Гадовы и сыны Рубимовы и сказали, — Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем вооруженные пред Господом в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана. И Атаров Шофан, и Иозер, и Иогбегу, и Бефнимру, и Бефгран, города укрепленные и дворы для овец, и сыны Рубимовы, построили ли Есивон, Елеале, Кириафаим, и Нева, и Ваал Меон, которых имена переменены, и Симвму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Манасийна, в Галаад, и взяли его, и выгнали Амареев, которые были в нем, и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манасии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манасии, пошел и взял селение их, и назвал их селение Иаировы. И Новах пошел и взял Кенав, и зависящий от него города, и назвал его своим именем Новах.